Всем привет, друзья! Сегодня 11 июля 2020 года. Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. Рассуждаю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, в нашей традиционной рубрике предлагаю, как обычно, разобрать три лучшие американские акции недели. Напомню, что делаю это по индексу S&P 500, поскольку, на мой взгляд, этот индекс включает в себя наиболее ликвидные американские компании, в которые имеет смысл вкладывать деньги. Погнали! Ну и также, если пропустили, рекомендую вам посмотреть видос с моими результатами на фондовом рынке за прошедшую неделю. Ссылочку на него я оставлю в описании. Ну и вот, друзья, я сделал выгрузку по лидерам американского рынка за неделю. И здесь знакомые лица довольно-таки известной компании, которые явно у всех инвесторов должны быть на слуху. Ну, на первом месте всем, опять же, известная компания Netflix, которая прибавила 15,06%. На втором месте Twitter, плюс 14,67%. И на третьем месте Freeport MC Moran, плюс 12,78%. Также мы тут видим Harley Davidson, Narconic, Amazon, Air Products, Walmart, eBay и NVIDIA. Ну, в общем-то, обычно сюда залетают какие-то странные компании. Но вот сегодня будем разбирать акции, которые действительно часто в обзорах рекомендуются для покупки. Но вот насчет Netflix все считают, что актив очень перспективен. Его однозначно необходимо иметь. У меня этих компаний в портфеле нет. Но прекрасный повод сейчас с ними поближе познакомиться. Погнали! Начинаем с компании Netflix. Мы видим, что за год она прибавила 47%, а за три года просто пушечный рост 245,66. 548 рублей стоит одна акция. И вчера, в крайний торговый день, она выросла на 8% и прибавила 40 долларов. Так, цена доход по компании 109. Ну, тут уже явная, конечно, идет переоценка. Но, тем не менее, видите, люди все равно ее продолжают брать. Потому что даже компании с высоким ПЕ зачастую могут приносить хорошую доходность. Хотя все-таки вот этот показатель меня лично настораживает. Дивидендов по компании, скорее всего, нет. Сейчас уточним. И теханализ, вот видите, краткосрочно предлагает однозначно покупать. И смотрим на месяц. На месяц активно покупать. Скользящие средние 12 к 0, технические 7 к 0. Вот дневной график этой компании. График за неделю. И смотрите, график за месяц, как все здорово. Плюс 26,8 роста. И полугодовой график. Ну, друзья, практически незаметен тут кризис. Вот даже непонятно. Вот где-то вот здесь он начался. Смотрите, для компании он прошел совершенно безболезненно. И восстановление случилось уже к начале апреля. И потом продолжился какой отличный рост. И годовой график тоже выглядит впечатляюще. Ну, как, собственно, и общий. Здесь представлена информация с 2010 года. То есть за 10 лет. Вот такие активы мне нравятся. Фундаментально перспективные. В которые можно вложить и, в общем-то, не думать о каких-то сиюминутных колебаниях экономики. То есть актив всегда будет расти, что бы, в принципе, не происходило. Так, что это такое? Это американская компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. В последние годы Netflix начал собственное производство телесериалов, которые доступны только своим клиентам. В частности, сериал «Карточный домик». Прогнозы. Общий прогноз покупать. Goldman Sachs 10 июля. Смотрите, какой свежий прогноз. Прогнозирует рост цены на 22 почти процента. А вот агентство «Штифель Николаус» предполагает, что, наоборот, актив просядет на 9%. Но, видите, общее мнение все равно за покупку. Показатели PE, конечно, высоковат. Но смотрите за то, как здорово растет выручка год от года, как здорово растет прибыль и как здорово растут денежные средства. То есть совершенно очевидно, что компания бурно развивающаяся. Ну, единственный недостаток, который здесь можно отметить, это отсутствие дивидендов. Но, друзья, Netflix это, конечно, совершенно очевидно must have. Погнали дальше. И тут у нас тоже небезызвестная акция. Компания Twitter. Но за год она, смотрите, в минусе на 6,45%. За три года плюс 83,9%. Зато акция довольно дешевая, доступная. 35 долларов 40 центов она сейчас стоит. И в пятницу упала на 0,9%. Цена доход по ней 22,16. Но здесь ситуация получше, чем с Netflix. Но все равно немножечко великовата. Дивидендов, скорее всего, тоже нет. Сейчас будем уточнять. Теханализ краткосрочно предлагает нам этот актив купить. Смотрим анализ за месяц. Так. За месяц активно покупать. 11 к 1 скользящие средние. 5 к 3 технические индикаторы. Ну, не так однозначно, как по Netflix. Но, тем не менее. Вот график этой акции за пятницу. График за неделю. За месяц небольшой плюс. 1,34%. За полгода плюс 8%. Но за год, тем не менее, актив в минусе. Причем, смотрите, падений было два. Одно началось где-то с сентября 2019 года. И потом прям резкое падение в октябре. Потом пошло-пошло восстановление. И вот он, друзья, коронавирус. Ну, и причем Twitter от коронавируса пострадал сильнее, чем Netflix. Потом восстановление продолжилось. Потом опять, вот смотрите, в июне какой-то обвал. Ну, странно. Не знаю, с чем это связано. Вот эти качели. Владелец сервиса для публичного обмена короткими сообщениями. Микроблоги, используя веб-интерфейс, смс, средства мгновенного обмена сообщениями или сторонние программы клиента. Ну, самый, наверное, известный пользователь Twitter это Дональд Трамп. Как известно, он именно туда пишет все свои мысли. Высказывает туда все, что считает необходимым. Недавно он с Twitter даже ругался. Грозил, что заблокирует его на территории Америки. Но, тем не менее, продолжает пользоваться. Так, прогнозы. Прогнозы. Консенсус прогноз держать. Мэрил Линч от 10 июня считает, что актив вырастет на 18%. Сан Траст Робинсон, что наоборот, упадет на 32%. Голдман Сакс еще в мае прогнозировал рост на 10%. Ну, видите, неоднозначно. Тут есть майские и мартовские прогнозы. Уже они, наверное, не столь актуальны. Покупать, покупать. Но, в целом, неоднозначно. Показатели. 21,96 ПЕ. Выручка, прибыль. Ну, вот последние годы, конечно, ситуация выправилась. До этого и прибыль. И прибыль даже отрицательная была. Ну, денежные средства вроде как в росте, да? Как можно понять. Нет в том, так же, как и по Netflix у дивидендов. Это тоже недостаток. Но здесь, мне кажется, недостаток даже больше не в этом, а в том, что в целом актив ведет себя, видите, не совсем предсказуемо. Поэтому для долгосрочного инвестирования я не уверен, что он подходит. Ну и наш бронзовый призер. Бурные аплодисменты. Freeport McMoran за год плюс 17,7. За три года плюс 5,7. Ну, тоже для долгосрока так себе. Полное название очень длинное. Freeport McMoran Copper & Gold Incorporated. 12,97 стоит акция. И в пятницу выросло на 0,62%. Цена доход неизвестна сейчас, уточнив в приложении брокера Тинькофф. Зато есть дивиденды 3,48%. Хоть одна компания дивидендная нам попалась. Но, наверное, из всех трех она объективно самая слабая. Так, теханализ на день предлагает актив покупать. На месяц, смотрите, активно покупать. Скользящие средние 7 к 5, технические 6 к 1. Неоднозначно. Вот, друзья, график этой акции за последний торговый день. График за неделю. За месяц, кстати, здорово. Актив подрос плюс 14% за полгода около нуля. Ну и за год, вот совершенно очевидно, он повторяет динамику общего рынка. То есть, вот, коронавирусное падение, серьезное, тяжелое. И потом длинное восстановление, которое вот только-только, по сути, завершилось. То есть, этот актив ведет себя в целом предсказуемо. Но вот общий график немножко огорчает. То есть, можно сказать, что компания вообще не растет. Вот с 2011 года все происходящее можно назвать очень длинной коррекцией. Так, Freeport McMoran управляет крупными месторождениями медной, золотой и молебденовой руды. Добывает ископаемые и производит из них чистый металл. Штаб-квартира находится в Аризоне. В штате Freeport McMoran работает 30 тысяч человек. Компания основана в 1912 году. В 1931 году купила марганцевое месторождение на Кубе. В 1988 году медно-золотое месторождение в Индонезии. И в том же году акции Freeport McMoran появились на Нью-Йоркской фондовой бирже. Ну, наверное, да, друзья, для этой отрасли сейчас тяжелые времена. Все-таки IT. Это сейчас более перспективно, наверное. Медицина, энергетика, золото добыча, добыча полезных ископаемых, драгоценных металлов. Все это сейчас тяжело переживает происходящее. Так, показатели. PE здесь тоже почему-то нет. Ну, вот видите, с выручкой и прибылью совершенно непонятно, что вообще ожидать в будущем. И отрицательные значения, и положительные. Вот за 2019 год прибыль ушла в минус. Странно. Зато есть дивиденды, которые немножко, наверное, можно назвать ложкой меда во всем происходящем. В 2019 году, ну сколько здесь, наверное, около 2% была дивидендная доходность, чуть поменьше. В 2020 году была одна выплата, отсечка в январе, 0,46% дивидендной доходности. Ну, мне этот актив, если честно, совсем не нравится, потому что я себя позиционирую и ощущаю как долгосрочный инвестор. Ну и вообще из трех сегодняшних лидеров, наверное, очевидно, положительно выделяется компания Netflix. Ну, здесь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы об этом говорить, потому что все совершенно аналитики, эксперты считают, что Netflix надо покупать. Но другой, друзья, вопрос, что актив дорогой, поэтому для того, чтобы позволить его себе, надо иметь довольно-таки большой по финансам портфель. Я, например, себе такую дорогую акцию позволить пока не могу. Все, надеюсь, вам это все было полезно и интересно. Подписывайтесь на мой канал, рассуждаю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Хорошего дня, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok